именно поэтому такие квартиры хоть они маленькие по площади часто называют евро двушками как мы обставили квартиру всего за 900 тысяч рублей сейчас я вам расскажу про лайфхак цена которого всего 4 тысячи рублей такое решение обойдется вам всего 7-10 тысяч рублей я думаю намного дешевле чем заказывать гардеробную где-то из интересного здесь то что мы спрятали стиральную машину привет in my room очень рада вас видеть проходите сегодня я покажу вам рум-тур этой квартиры in my room это marketplace красивой мебели меня зовут мерзабаева ольга я хоум-стейджер и сегодня выпуске я расскажу как мы обставили квартиру всего за 900 тысяч рублей а также поделюсь с вами крутыми лайфхаками и советами поэтому смотрите этот выпуск до конца кстати вы могли уже меня видеть на канале in my room тогда я рассказывал про то как обставила свою квартиру после этого именно ко мне начали обращаться и и за помощью чтобы я помогала вставлять квартиры за небольшие деньги под аренду поэтому мой декрет плавно перешел в работу в хоум стейджинг мы находимся в нижегородском районе москвы это евро двушка 40 квадратных метров мои заказчики очень яркие ребята поэтому они попросили именно ярко и круто обставить эту квартиру для аренды собственно я считаю что мы с этим справились поэтому сейчас я вам все подробно расскажу квартира была с чистовой отделкой от застройщика здесь уже были обои ламинат плитка поэтому наша задача была доделать так сказать преобразить эту квартиру и применить не такие хитрые приемы которые сделают эту квартиру более красивой и привлекательной квартира имеет очень удобную планировку здесь есть отдельная прихожая зона кухни гостиная спальня и санузел хотите сделать классную ванную комнату я советую вам обратиться в леруа мерлен там вы можете получить бесплатный дизайн проект для своей ванной комнаты а также купить сразу все необходимое сантехнику аксессуары и строительные материалы если вы никогда не сталкивались с ремонтом не делали никаких замеров то это сэкономит вам время и облегчит жизнь консультанты подберут для вас каждую позицию с учетом ваших пожеланий от плитки до шторки а вы станете соавтором этого проекта например это синяя тумба сразу запала нам в душу заказчицы и она отлично сочетается с другими темными акцентами в ванной комнате вариантов по стилю и бюджету множество вы получите уникальный проект и профессиональную поддержку для удобства в леруа мерлен вы можете сразу оформить доставку и установку а записаться на бесплатное проектирование вы можете в магазине или на сайте ссылку оставим в описании мы находимся в ванной комнате она же санузел и это помещение мы преобразили больше всего несмотря на то что на стенах у нас достаточно бюджетная плитка мы ее решили выделить вот такой вот контрастной затиркой и смотрится это гораздо круче полу у нас была серая плитка от застройщика мы ее поменяли на керамогранит подтираться сейчас я вам расскажу про лайфхак цена которого всего 4000 рублей это вот такой вот экран под ванну он состоит из трех жалюзиных дверц которые мы приобрели в леруа мерлен вы их подпиливаете красите морилкой и лаком и получаете очень крутое решение которое вы можете также использовать для хранения потому что легко можно открыть и хранить там какие-то бытовые вещи здесь мы расположили контрастную тумбу это еще одно замечательное место для хранения и всю сантехнику мы решили сделать также контрастный черного цвета от застройщика у нас над инсталляцией идет очень удобная ниша которую вы можете заполнить вот таким вот самодельным шкафом вам просто нужно приобрести лдс певлюра мерлен распилить их по свои размеры купить жалюзийные дверцы покрасить белый свет и вы получаете вот такой вот крутой шкафчик и еще одно место для хранения на потолке у нас расположен светильник и чтобы создать дополнительное освещение зеркало мы приобрели тоже с подсветкой давайте начнем наш room tour с прихожей здесь застройщик предусмотрел сразу нишу для шкафа и сейчас я вам расскажу как бюджетно сделать вот такое вот хранение и так двери купе мы заказываем у частного лица и в чем смысл что здесь не нужно делать закладной потому что это дополнительные какие-то растраты нужно снимать натяжной потолок от застройщика здесь он устанавливать специальные уголки делает такую управляющую где двери купе свободно ездят и такое решение достаточно недорогое а внутри мы используем вот такой вот лайфхак тоже недорогой вы покупаете в леруа мерлен лдсп распиливаете там под свои размеры под свои какие-то нужные например здесь за качество просила сделать такой отсек для гладиной доски такое решение обойдется вам всего 7-10 тысяч рублей я думаю намного дешевле чем заказывать гардеробную где-то на полу у нас осталась плитка от застройщика она нейтральная поэтому менять ее не стали обои у нас тоже белая от застройщика на входе мы просто предусмотрели место для хранения обуви чтобы можно было присесть и такие вот необычные крючки чтобы можно было повесить верхнюю одежду по освещению у нас здесь один светильник и в принципе его достаточно чтобы осветить такое небольшое пространство из прихожей мы попадаем в зону кухни здесь расположилась вот такая вот кухня белая и из интересного здесь то что мы спрятали стиральную машину потому что не все любят ставить колонну кому-то например не хочется загромождать пространство и удобнее расположить ее именно на кухне в принципе кухня такая стандартная она угловая это было уже от застройщика как бы подсказка как решение потому что выведены все розетки под все приборы выведена канализация водоснабжение что интересное мы добавили мы купили вот такую вот яркую необычную плитку потому что наверное кабанчик уже всем поднадоел и сделали ее под потолок чтобы не знаю было намного просторнее чем когда идут шкафы полностью угловые сверху также интересным решением является такая вот труба вытяжка она не только функционально здесь играет роль но и визуально тоже как бы разбавляет и украшает эту кухню так как у нас бюджет был немножко ограничен холодильник мы не стали делать встроенный ну и по хранению он гораздо больше чем встроенные холодильники кухня у нас из пластика столешница тоже из пластика тоже это немножко экономит бюджет чем эмаль фасады и по хранению здесь достаточно все удобно здесь есть и ящики здесь у нас стиральная машина большой угловой шкаф с раковиной посудомоечная машина на 45 духовка и также вот еще ящики для хранения вверху хранения мы сделали только по одной стене также мы решили сделать микроволновку на таком уровне в принципе заказчикам это было удобно поэтому решили оставить так и над холодильником сделали вот такой вот прозрачный ящик для хранения каких-то сервизов фужеров и так далее верхние шкафы мы сделали под потолок здесь у нас также расположено хранение и здесь хранение именно для посуды в принципе очень удобно и и заказчикам моим хватает тут же на кухне у нас расположена столовая зона кстати похожие стол и стулья вы можете найти на маркетплейсе in my room застройщик предусмотрел здесь всего лишь один выход для освещения и мы расположили вот такую вот люстру именно над столовой зоны а зону кухня хорошо освещает подсветка и также мы добавили подсветку вот в тот самый верхний ящик над холодильником кстати у in my room есть крутой телеграм-канал там собрано очень много идей для вашего интерьера скидки и акции от партнеров а также анонсы новых видео и подкастов ссылка в описании зона кухни плавно у нас переходит в зону гостиной и именно поэтому такие квартиры хоть они маленькие по площади часто называют евро двушками потому что здесь действительно есть полноценная зона отдыха с диванной тумбой для телевизора еще и рабочей зоны заказчики у меня были очень яркие неординарные ребята и они хотели именно побольше ярких цветов и поэтому мы выбрали вот такой вот яркий акцентный диван и на стенах мы тоже сделали достаточно яркие постеры потому что тоже на всех референсах которые мне присылал заказчица были именно такие яркие постеры на всю стену также в гостиной по просьбе заказчика мы сделали рабочую зону где можно легко сесть ноутбуком такая вот здесь отличная лампа и поработать допустим в выходные кстати in my room есть теперь еще и подкасты там обсуждаются очень интересные разносторонние темы ищи ссылку в описании для хранения книг мы использовали вот такой вот тоже яркий акцентный стеллаж по отделке здесь так же как все в квартире на полу расположен ламинат от застройщика его мы менять не стали потому что он отлично вписывался в интерьер нашей квартиры мы находимся в спальне здесь у нас расположился вот такой вот шкаф большой для хранения принципе сюда помещаются все вещи есть ящики для белья как комод и также штанга чтобы повесить одежду на вешалке и самое главное интересное решение этой спальне разумеется акцентная стена мы просто сняли обои от застройщика и вот именно одну стену выделили вот такими яркими крутыми обоими кровать мы делали на заказ она с подъемным механизмом что также дает нам дополнительное хранение здесь должны быть у нас тумбочки они немножко задерживаются кстати приобрели мы их на сайте in my room чтобы эту комнату не загромождать шторами заказчик попросила сделать вот такую вот штору на заказ римскую очень отличное решение и хорошо защищает от солнечного света а если вы хотите стать участником следующего рум-тура присылайте фото своих готовых интерьеров на эту почту и может быть именно вам повезет и также расстояние между кроватью и стеной позволило нам здесь расположить вот такой вот туалетный столик также с хранением на полу у нас расположен ламинат от застройщика тоже не стали его менять а по освещению у нас здесь расположилась вот такая вот красивая черная люстра что наш рум-тур подошел к концу спасибо что досмотрели это видео а если у вас остались какие-то вопросы пишите их в комментарии я обязательно постараюсь на них ответить пока пока